В каждом из нас живет мечтатель и сколь пораженными реалистами мы бы себе самим не казались Но именно так начинается повествование моего канала Мы всегда ищем место для отдыха Кто-то отдыхает с граблями, кто-то отдыхает с мастерком Так себе отдых Ну а дальше уже по сценарию возвращаем тот текст Страсть к приключениям, страсть к поискам сокровищ И чему-то такому таинственному влекла пацанов с самого детства, согласитесь Но в скорости и в поиске каких-то бытовых моментов, покупке квартир, строительству домов, поиску хорошей работы и так далее Мы немножечко начинаем себя терять По моему мнению это именно так Хочу сказать про свою давнюю мечту Это единение, общение и отдых с друзьями В какое-то время это была тайга, пасека Вы видели эти видосы на канале не раз, и они еще будут выходить Но в данном случае я хочу что-то вот прям из ряда вон Тем более если посчитать, 6 лет своей жизни я проработал инструктором по водному туризму Сплавы, вода, это прям вот мое Но жизнь развела, началась стройка Сейчас мы уже вроде какой-то комфорт имеем И уже пришло время немножко подумать о том, с чего я начал собственно видос Какая мысль? Мы построим свое судно Решили не собирать его просто из досок, а сделать уже серьезную мощную конструкцию Которая будет секционно собираться и работать долгие годы Все те, кто занимается стройкой, кто хочет уединиться поближе к природе Слушать треск костра по вечерам, наслаждаться своим домом Наверное, как никто поймут меня Примерно с таких слов начинается предисловие к моему каналу Бетонные джунгли, друзья, это не наша тема, правильно? Самое первое, прежде чем вообще начать наш сегодняшний видос Я хочу сказать одну главную вещь Ютуб реально закроют, это уже прям вот, это уже не обойти Потому что поползновений куча и скорее всего все к этому идет Дзен, ссылка под видео Телеграм ссылка под видео, ВКонтакт ссылка под видео Будем там выкладываться, друзья Но делать VPN и жутко тормозящий канал пытаться реанимировать Это, наверное, будет что-то бесполезное Я уверен, что все русские блогеры Ну и, наверное, белорусские тоже Уйдут все-таки с Ютуба, как только его заблокируют Просто первым делом, сейчас, найдите секундочку, нажмите на паузу, перейдите по ссылке, подпишитесь И мы с вами начинаем Для того, чтобы вам было интересно смотреть этот видос Я скажу, что в конце вас ожидает очень приятный бонус Он у меня спонтанно вылез, но я думаю, он многим из вас понравится Тем более в такое сегодняшнее неспокойное время Итак, первое, что мы начали делать, это штурвал Так загорелось, хотелось попробовать, как это будет выглядеть И я его, собственно, сварил за один вечер Варил я тогда еще точечной сваркой, дуговой, электродами Не совсем хороший вариант для плота, потому что Проблема сварочного аппарата с электродом Он очень много оставляет шлака Нам это не пойдет, надо полуавтомат, друзья Надо полуавтомат Без него никак не получится Спасибо вам за то, что в комментариях вы часто пишите, что надо немножко отдохнуть уже Именно активный отдых это то самое, что нравится мне и нравится моим друзьям В процессе всех съемок я буду показывать вам все сечения, все размеры, которые мы будем использовать в нашем плоту Сегодня для начала мы взяли профиль 40 на 20, 20 на 20, взяли уголок 50 на 50 Это для того, чтобы сварить каркас самого плота Остальные моменты я уже позже расскажу Но просто денег сколько было мы сегодня потратили Но мы расчеты делали, из чего строить это дерево или металл И по цене получалось примерно одно и то же Для этих целей также мы приобрели аппарат сварочный, полуавтомат Я спрашивал вас в комментариях и вы мне давали классные дельные советы по полуавтомату Я взял ту именно модель, которую вы мне предложили и надеюсь я не разочаруюсь Углекислоту мы тоже привезли, заправили Сейчас все это подключим, попробуем варить У Вани там с прицепом где-то есть моменты Сейчас потренируемся на прицепе и начнем в ближайшие с вами дни варить наш плот Ну а сплав мы планируем на где-то первые теплые деньки июня Поэтому друзья подписывайтесь на канал, думаю будет интересно Я сейчас принесу аппарат и покажу его вам Это полуавтоматический сварочный аппарат инверторного типа Synergy 220 Наверное стоит его открыть и посмотреть что внутри Честно говоря друзья я приверженец сварочных аппаратов дуговой сварки электродом Все что построено на этом участке было сделано именно этим аппаратом Про полуавтомат я очень часто слышал и мне казалось что это что-то недосягаемое На сегодняшний день как оказалось это стало уже доступно для многих людей Этот аппарат может варить все возможные металлы которые существуют на сегодняшний день Ну из тех которые активно используются в быту Знаю что это горелка, знаю что это запасные токосъемные какие-то вкладыши Которые имеют три номинала 06, 08 и 1 Дальше в комплекте у нас шланг для подключения к углекислоте, то есть к баллону Также в комплекте хомуты для подключения этих самых шлангов к баллону Я не знаю как он называется здесь, но по жизни он называется масса Гвоздь программы друзья Это собственно говоря сам аппарат Ресанто Synergy 220 Будем наверное сюда сейчас заправлять проволоку В комплекте она не шла, мы ее взяли отдельно, мы взяли омедненную Был еще вариант взять порошковую, она бы без газа использовалась Но говорят что она шлак не бросает, но по сути она работает точно так же как и простой электрод Поэтому мы взяли омедненную проволоку и заправили сегодня баллон газа Друзья я конечно же постараюсь во время нашего видоса полностью по изготовлению плота Рассказать вам о всех функциях аппарата, но я в них особо сейчас еще не разбираюсь И по ходу, когда я буду изучать, я буду рассказывать Но пользоваться мы конечно будем в основном им Скорее всего электрод мы будем использовать только на сварке уголка 50 на 50 И вот на какие-то толстые металлы На тонкий металл мы будем использовать именно полуавтомат Сейчас мы разбираемся, какую нам использовать, какой ролик Наверное Минимальный стоит Ваня, я видел где-то цифру, смотри, 1 А здесь 0,8 Понял? То есть вот значит нам надо гнать по 0,8 Вот 0,8 О, тут у нас 0,03 видишь стоит И 1 0,8 Все, это правильно, да? Бобину мы взяли омедненную Как я еще раз говорю, для использования с газом Получается вот на проволоке Мы ее берем, переворачиваю, чтобы была подача снизу Одеваем Вот так Теперь нужный плоскогубц, который я опустил Это теперь закручивается против часовой стрелки Я пошел за плоскогубцами Так, мне кажется как-то легко нужно сниматься Да? Вот, одеваем и все Все Горелка, как говорят, стандартная, но очень даже неплохая Все Опа! И теперь вот эту массу Куда ее? Ваня, на минус, на плюс? Какую массу? Ты что, это на это включаешь? Да, она так должна, что ли? Подожди Ну да А масса у нас на плюс? Да, масса на плюс пошла Все понятно Значит, у нас минус Ну правильно, да, даже когда подцепляешь же к этому обычному аппарату Кстати, пружина очень мощная Даже ловчее, чем на моем дуговой сварке аппарате Так, ну что, я включаю в розетку, Иван? О, все, хотя бы мы сейчас проволоку загоним Я надо ровно, чтобы шланг был Все вышло, да? Так, это мы закрываем? Да Братцы, ну у нас сегодня экспериментальная вся штука Но завтра, послезавтра мы будем делать уже это профессионально Перед сваркой советуют антипригарным спреем брызнуть Тогда горелка не будет нагорать Так, сейчас мы, друзья, будем тренироваться пока Иван, на чем тренируем? На штанге На штанге, давай Вот я тут хорошо покажу Да? Тут хорошо покажу металл И уже нет вот этих вот воздуховых трещин Ага, да, 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 прям, подожди, вот так покажу Я так рад, что у меня этот аппарат появился Я мечтал о нем всю А-а-а, Ваня, аккуратно Смотрим, друзья Вот это хороший, да, уже шов? Да, уже лучше Сейчас научимся, скоро будем прям профессионально варить Слушай, ну мне нравится, что нет шлака, который от электродов То есть ничего не надо, по идее, зачищать сильно Да, просто приловчиться и варить прям Там, не, профиль там вообще будет хорошо, идеально говорить Профиль, ну, супер Переместимся с вами немножечко в другую локацию Мы переехали, поставили сюда уже плод Я вам покажу его одним кадриком, но в течение этого фильма вы увидите всю сборку Сейчас будет такой, знаете, спойлер Небольшой спойлер нашего сегодняшнего изобретения Итак, почему мы так немножечко перемотали кадры? Просто потому, что я его изучал Мы изучали, как делать правильно сварной шов Как оказалось, оба далекие от профессионализма по этой работе И вот проведя какое-то время с аппаратом, поработав, поварив Теперь я могу уже смело и честно и точно вам сказать О полезных его свойствах и как правильно его эксплуатировать Итак, просто для интереса покажу, сколько мы уже сожгли проволоки Наверное, одну треть бухты Заправили мы просто углекислотой, не стали заполнять смесью Не знаю, хорошо ли это или нет Но это дешевле в два раза И, наверное, в следующий раз мы попробуем еще и смеси Напишите по этому поводу, друзья, кто что знает Стоит заморочиться по смесям По смесям или, в принципе, углекислоты достаточно Включаем аппарат От баллона подвел я шланг, который шел в комплекте Вы это уже видели Включаем и сейчас пробежимся немножко по функциям Смотрите, вот мы работаем на миг сварки 5,7 это скорость подачи электрода И выставляли разный ток 21,5 Ну, в общем, выставляли от 17 до 26 В зависимости от того, какой металл мы варили Я могу, конечно, сейчас напутать Но, братцы, те, кто все-таки себе, наверное, аппарат приобретет Посмотрят инструкцию настоящих сварщиков Или почитают хотя бы паспорт В данном случае мне пока заморачиваться по этим вопросам Даже не надо Мы просто варим черный металл Поэтому мы выставили 0,8 проволоку омедненную И среди защитных газов варим полуавтоматом Что понравилось, это то, что вообще нет нагара Никакого Просто нет шлака Просто нет шлака Я, конечно, швы защищаю Но в этом нет на самом деле даже никакого Вот видите, в этом нет никакой необходимости То есть можно просто оставлять вот так металл Ну, мы решили Здесь где-то, видите, где-то местами мы еще учились Где-то мы уже были умными По поводу штурвала, братцы Может быть, кому-то стало интересно, как он будет работать Я объясню Тут вообще ничего сложного А, кстати, тоже момент Маску взял там же МС-3 Очень классная маска Хорошо видно шов И прям близко подбираюсь Варю А ее никак не забрызгивает Может, она как-то Какие-то антипригарные у нее свойства Я этого не знаю Так, а по поводу штурвала Как он будет работать Смотрите Одеваем такую штуку Одеваем такую штуку Это ровняем Это все будет находиться под капотом И все, я сейчас ее проварю Теперь мне хочется показать, как это будет работать Вся конструкция сборная и разборная Вставили штурвал, открыли капот Взяли установку Она будет вставляться вот так А здесь будет шплинтоваться потом Вставляем внутрь Так, теперь я ее вставил Вставляю до конца штурвал И она будет находиться где-то вот здесь Покажу наглядно Вращая штурвал Вращается бобина, которую мы Выведем где-то вот сюда Вот так я сейчас примерю и отмечу И все, вращая Вот как это будет работать А здесь будет находиться вкладыш троса И там вкладыш троса Который будет сюда намотан Вся конструкция, как еще раз говорю, разбирается И в любой момент может быть доработана Здесь тоже шплинт И колечко Вот там уже отверстие есть И все Вот рабочий штурвал Так, нос на вал, судно вперед Лево гриви, право табань Заходим на абордаж И теперь самое главное про бонусы На сайте risanto.ru По моей личной промо-скидке Как получилось, я позвонил, когда в risanto уже третий раз Вы знаете, да, что я приобрел у этих ребят Сначала хетеровский снегоуборочник Потом сельхозмашину И сейчас я взял risanto-вский аппарат Synergy Я всем рассказываю, что я видеоблогер Что я занимаюсь этими делами Они говорят, у нас есть классное предложение В общем, для твоих зрителей Мы готовы сделать скидку промо-код 10% скидки на risanto-сварочные аппараты По этому промо-коду можно получить очень хорошие скидки на risanto Тем более в комментариях вы писали, что многие хотели приобрести И поэтому-то я и уцепился за эту идею Так что пользуйтесь, друзья Это вот тот самый бонус Наверное, стоит теперь немножко поварить при вас Тем более, что я этим собираюсь заниматься Ну а вы смотрите И обещаю, дальше будет интереснее Сейчас такой первый затравочный видос Потом кают-компания появится Сделаем палубу, поставим штурвал Все это подключим Ну а самый главный апогей, так сказать, этого видоса Это наш сплав с рыбалкой, с общением Со всеми отсюда вытекающими классными последствиями Все, братцы, работаем Первый день нас встретил диким холодом Полуавтомат наш немножко задувало Потому что углекислота на ветре работает не совсем правильно Мы залезли в прицеп и в нем, собственно, варили Я весь день пилил, был там чумазый как черт Иван варил Вот, сейчас я буду полуавтомат изучать Потихонечку Иван варит в прицепе Потому что ветер дует нереально И защитный газ не очень хорошо от этого работает Зато смотрите, какие нас первые получаются, друзья Нам их сварить надо 4 штуки на одну секцию То есть 12 штук надо будет сделать В итоге Субтитры сделал DimaTorzok Увереннее идет, увереннее идет рука Когда ты под градусом Зачем нам эта информация на видео? Ну хорошо, хорошо Как маска? Да, вот сейчас настроил, опять же под градусом Все, ладно, продолжаем На сегодняшний день мы имеем уже вот такие секции Все скоро свяжется в одно большое изделие Вам будет уже понятно, что это в конце сформируется Но пока что была такая завязочка интересная Смотрите, углекислота Перешагиваю Что было понятно Объясню Сейчас мы занимаемся изготовлением вот такой вот конструкции Она будет состоять из трех секций Все это обусловлено тем, что нам нужно это все аккуратно засунуть в газель И если бы мы делали размеры больше или меньше То у нас было бы либо не габарит, либо лишнее пространство Здесь я указал размеры, как это все будет пилиться Немножко мы из них выходим Потому что нам становится удобнее делать какие-то моменты уже в практике Немного по-другому Поэтому где-то уходим, но вы все увидите Вы все увидите Фермы получаются вот такие Конечно, мы еще тренируемся Многие могут поругать за шов Но думаю, вам не стоит этого делать Потому что мы только учимся и пытаемся делать крепко Вот, крепко Сейчас Иван варит ферму Таких ферм у нас будет раз, два, три, четыре Четыре фермы, которые соединятся будут болтами То есть это уже то, что из уголка Это секции, которые мы будем соединять вместе А в эти секции будут вариваться вот эти фермы И в этих фермах будут находиться бочки зафиксированные То есть водоизмещение нашего судна 24 бочки Мы так предполагаем, что на такую штуку легко можно загнать прадик Но пробовать мы это не будем Хотя, если в комментариях напишите, что очень хотите Мы покажем вам, как это делается Мы, кстати, об этом думали Загнать на эту штуку просто машину И на ней сплавляться В ней можно спать будет А потом обратно доехать Шутка Начинаем продолжать Продолжаем начинать, да, Иван? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Для тех, кто не понял, друзья, сюда пойдет еще одна секция На каждый борт у нас будет приходить по 4 бочки Соответственно, водоизмещение этого судна будет прям очень хорошее 24 бочки будет это все держать Пока готова только одна секция Туда впереди еще будет 2 по 2 метра То есть 6 на 4 у нас наш плод Моторный отсек Сюда будет навешиваться мотор Мы сделаем здесь две пластинки алюминиевые Сюда он повешится Здесь будет еще моторный ход Слушайте, я вот не моряк все-таки То есть я моряк не моторщик Поэтому не помню, как называется Она очень красивое название Вот у этого ручки газа на мотор Деревянная палуба Сначала хотели сделать ОСП Потом решили, что просто сделаем ее реально 25 доской И будет это очень крепко, красиво и эстетично и хорошо Далее, что еще хотел сказать Соединяться все это будет на 11 болтов Почему сделали профиль уголок? Потому что углы лучше держат и их лучше соединять Конструкцию эту мы сюда с Иваном вдвоем принесли Сил хватило Не такая уж она и тяжелая Сейчас как раз к приезду друзей просохнет немножко Потому что место здесь ну прям такое сыроватое Здесь вся вода стояла Ну и, братцы, давайте, наверное, в следующем видосе мы с вами продолжим варить Общаться и делать общее полезное дело Если кому интересно, как это все собирается и кто-то хочет повторить наш путь Пишите в комментариях, мы обязательно пришлем размеры Настроение у меня просто пушка Потому что сегодня мы сделали многое Я считаю, реально многое На этом у меня все, братцы, до скорых встреч Увидимся с вами буквально через несколько дней Я был очень рад вас сегодня видеть Все, пока Пока Пока